Помочь тем, кто нуждается и имеет право жить в мире равных возможностей. В Архангельске продолжается декада инвалидов. Это информационные и культурные проекты, а главное – поиск инструментов для поддержки людей с ограничениями по здоровью. Еще в 2012-м Виталий Морошкин получил вторую группу инвалидности. Но без дела сидеть нельзя, решил он. Выучился в техникуме на бухгалтера, после закончил Московский университет по той же специальности. С помощью Центра занятости население определился на практику в Архангельское учебно-производственное предприятие. И тут жизнь Виталия полностью поменялась. Я, честно говоря, не ожидал, но во время защиты диплома мне написала любовь Игана и предложила мне прийти на собеседование. А после этого взяли на работу. И сейчас я бухгалтер по учету материалов. Сегодня на предприятии работает 40 человек, из которых больше 20 имеют статус инвалида. Я думаю, что для инвалидов это архиважно, потому что на сегодняшний день никто не принимает на работу инвалидов. На те производства, где заняты здоровые люди. Но мы, наверное, одни из немногих, кто это делает. И я думаю, что это очень важно на сегодняшний день, потому что именно работа для инвалидов является самым важным социализирующим фактором и реабилитирующим фактором. С начала 2021 года в отделение занятости населения Архангельска обратились 750 граждан с инвалидностью. Из них признано безработными 404 человека, а трудоустроили 75. Мы призываем работодателя Архангельской области пробовать трудоустраивать граждан с инвалидностью на уже существующие рабочие места или создавать новые рабочие места за счет субсидий от государства, адаптировать инвалидов на рабочем месте за счет оплаты наставника. Обеспечить инвалидов рабочими местами сегодня одна из приоритетных задач региона. Поэтому Архангельская область готова выделять деньги работодателям, создающим рабочие места для граждан с инвалидностью. От центра занятости населения такая субсидия достигает 100 тысяч рублей. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29.